Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы определимся с ролью МРТ в первичной диагностике опухоли головы и шеи. Ведь правильное стадирование заболевания – это более половины успеха лечения и правильно назначенное лечение. Ну, во-первых, мы определимся, КТ или МРТ лучше для диагностики опухоли данной локализации. В нашем центре этот вопрос закрыт. На сегодняшний день мы считаем, что оптимальным методом диагностики является МРТ в связи с тем, что меньше артефакты от металлосодержащих стоматологических конструкций, более детальная визуализация мягких тканей и патологического очага, более детальная визуализация анатомических структур при датиметрическом планировании, поскольку многие пациенты с опухоли меданной локализации идут на лучевую терапию, и отсутствие лучевой нагрузки, что немаловажно в условиях, опять же, той же лучевой терапии, получаемой нашими пациентами, и также того фактора, что контроль за эффективностью проведенного лечения осуществляется каждые три месяца на протяжении нескольких лет. Наши требования к МРТ – исследование должно выполняться на высокопольном томографе, напряженностью магнитного поля не менее полутора Тесла, хотя погоня за тремя Тесла тоже здесь, наверное, нецелесообразна, и введение внутривенного контрастного препарата для оптимальной визуализации опухоли. Стандарты МР-исследования приняты в нашем центре. Это семь последовательностей, одна из которых постконтрастная. И следует помнить, что у каждого МРТ-томографа имеется свой индивидуальный почерк. Чем больше томографов будет участвовать в исследовании пациента и оценке динамики процесса, тем более запутанной будет картина. Поэтому наша позиция такова – один пациент, один томограф, чтобы изменения различия визуализации не мешали интерпретации данных. Что же входит в понятие мягкие ткани шеи при исследовании на МРТ? МРТ – это зона, начинающаяся от дна турецкого седла. Для того, чтобы включить зону носа глотки, включается ротоглотка, гортаноглотка, начальный отдел шейного отдела пищевода и гортань – все три ее отдела – и трахея. Также в эту зону входят все лимфоузлы, которые являются зоной регионарного лимфотока. Это от затылочных узлов до лимфоузлов еремной ямки седьмого уровня. Это классическое МРТ, как раз полученное по нашим стандартам от дна турецкого седла до еремной вырезки рукоятки грудины. Аксиальные изображения делаются с максимальным ФОВ для того, чтобы мы могли получить изображение мягких тканей над ключичных областей. Хотелось бы сказать несколько слов о зубных имплантатах, потому что ряд клинических врачей считают, что если у пациента есть импланты, то следует МРТ заменить на КТ, поскольку есть артефакты. Артефакты, безусловно, есть. Мы видим, что у пациента в области небольшого импланта возникает существенно выраженный такой артефакт, который искажает картинку, идет искажение кпереди и нарушается визуализация передних отделов нижней челюсти и подбородочного выступа. Если мы посмотрим буквально на два изображения ниже, мы видим, что эти уже артефакты нивелируются, появляется визуализация и мышц дна полости рта, и подъязычных слюных желез, и, в принципе, дифференцируется нижнее отдело нижней челюсти. Поэтому не настолько существенно все это затрудняет интерпретацию. Что же будет, если мы этому пациенту назначим КТ? Выраженные лучистые артефакты полностью перекрывают визуализацию мягких тканей данной области и даже введение контрастного препарата не поможет в диагностике. Область носоглотки. Как она видна на МРТ? Мы видим хорошо глоточную миндалину, покрытую неизмененной слизистой оболочкой, которая характеризуется высоким ОМР-сигналом на Т2 взвешенных изображениях. Визуализируются и глоточные карманы, которые так сложно увидеть при визуальном осмотре, и глоточные отделы слуховых труб, трубные валики и трубные миндалины. Классический пример опухоли носоглотки, которая локализуется в розанимулировой ямке. В правом глоточном кармане мы видим нечетко очерченный опухолевый инфильтрат, который приводит к деформации глоточного отдела слуховой трубы и как следствие нарушения градиента давления и отек слизистой оболочки ячеек сосцевидного отростка и появление там выпота, что говорит нам о том, что ткани ригидные, что очень характерно для злокачественного процесса. Мы можем визуализировать ретрофарингеальные лимфоузлы, что очень важно. Это группа лимфоузлов, находящихся в заглоточном пространстве. Для УЗИ эти лимфоузлы недоступны. При КТ визуализация их крайне затруднена, поскольку они сливаются с контуром при вертебральных мышц. И визуализируется группа пораженных лимфоузлов 2-3 уровня. У опухоли носоглотки при МРТМ можно найти даже самые минимальные изменения, как в данном случае. Мы видим, что несмотря на то, что деформация контура мягких тканей задней своды носоглотки абсолютно незначительная, тем не менее визуализируется потеря контура слизистой оболочки. Мы видим проявление антрацеллюлита, как показатель того, что слуховая труба скомпримирована, что говорит о ригидности тканей, что больше свойственно для злокачественного процесса. Мы видим секундарный лимфоузел с обширной зоной некроза, что очень характерно для плоскоклеточных раков. Когда опухоли носоглотки достигают значительных размеров, то, естественно, возникает вопрос, есть ли контактная деструкция кортикального слоя ската черепа. МРТ позволяет с точностью ответить на этот вопрос. У данного пациента мы видим нарушение целостности кортикального слоя ската с пролобированием опухолевых масс под слизистый слой основной пазухи и реактивный отек слизистой оболочки пазухи. Также визуализируется проявление антрацеллюлита, как нарушение проходимости слуховой трубы. Визуализируются ретрофарингеальные лимфоузлы, которые очень часто видны при поражении задних отделов глотки, и конгломераты лимфоузлов билатерально 2-3-го порядка. Опухоли носоглотки, которые достигают крупных размеров, могут приводить не только к деструкции дна основной пазухи, но также врастать в твердую мозговую оболочку и проникать в заднюю черепную ямку, что также очень хорошо видно при МРТ. Зона ротоглотки. Это зона, спереди условно ограниченная передними небными дужками, сзади – это задняя стенка глотки, верхний контур – это твердое небо, и нижняя – это зона подъязычной кости. Что мы видим на МРТ? Мы хорошо видим язычок мягкого неба, мы видим язычную миндалину, небные миндалины с характерным линейным рисунком ее крипт. Классическая опухоль ротоглотки, локализующаяся в проекции правой небной миндалины, мы видим, что миндалина бугристая, с изъезленной поверхностью, и при введении контрастного препарата так хорошо визуализируемый линейный рисунок крипт в здоровой миндалине на уровне поражения не дифференцируется. Также визуализируется конгломерат лимфоузлов, который тесно прилежит к магистральным сосудам шеи. Когда опухоли ротоглотки достигают значительных размеров, перед исследователем встает и другая задача. При определении конгломерата лимфоузлов мы должны определить, есть ли риски при выборе тактики лечения, как, например, у данного пациента. Конгломерат лимфоузлов прилежит к сонной артерии, и при введении контрастного препарата мы видим, что в структуре конгломерата обширная зона некроза, что может повлечь с собой риск эрозивного кровотечения из данного сосуда. МРТ позволяет увидеть и минимальные опухоли ротоглотки, как в данном случае. Это очень коварная зона. На дне крипт миндалины мы видим небольшой участок уплотненных тканей, которые на постконтрастных изображениях характеризуются умеренно сниженным накоплением контрастного препарата, и на этом уровне не визуализируется линейный рисунок крипт, который виден на контролатеральной стороне. Это очень коварное такое место, поскольку не визуализируется при физикальном осмотре. Это как раз дно крипт, и на МРТ мы порой выявляем такие маленькие опухоли. Область ротоглотки также входит в зона корня языка. Здесь сложностей для МРТ нет никаких, поскольку на фоне гипоинтенсивных мышц языка и дна полости рта высоко гидрофильная опухоль визуализируется в виде вот такой вот гиперинтенсивной структуры. Такие опухоли очень часто изъязляются, присоединяется вторичная инфекция, возникает риск кровотечения. Также визуализируется конгломерат лимфоузлов, подрастающий к магистральным сосудам, частично компримирующие внутреннюю еремную вену. Область горта на глотке, зона от подъязычной кости до нижнего контура перстневидного хряща. При МРТ хорошо визуализируется и слизистая оболочка, и грушевидные синусы. Мы можем оценить черпалон от гортанной складки. Классическая опухоль гортанной глотки – это опухоль грушевидного синуса. В данном случае это правый грушевидный синус. Мы видим опухолевый инфильтрат, который располагается по боковой стенке с переходом на заднюю поверхность черпалон от гортанной складки. Вестибулярный отдел гортани деформирован за счет масс-эффекта. Имеется конгломерат лимфоузлов, который также компримирует внутреннюю еремную вену и подрастает к сонным артериям. Область ртовой полости – это зона, включающая в себя язык, твердое небо от передних немных дужек к переди. И есть еще преддверие полости рта. Поскольку здесь очень много мышечной ткани, это ткани мышц языка и дна полости рта, то высоко гидрофильные опухоли на этом фоне визуализируются очень отчетливо. Как здесь мы видим, минимальная опухоль языка Т1, локализующаяся в задних отделах языка рядом с корнем. Поскольку она высоко гидрофильная, мы ее видим как высокоинтенсивную структуру на фоне низкоинтенсивных мышц языка. И визуализируется также язычная перегородка. Мы можем измерить расстояние до нее и дать информацию для хирургов при планируемом хирургическом лечении. Оценивается зона регионарного лимфооттока. Опухоли языка порой достигают очень значительных размеров. Мы видим в данном случае инвазию мышц на ротовой полости и оцениваем целостность кортикального слоя нижней челюсти. Мы видим, что кортикальный слой не прослеживается, опухоль вызывает деструкцию челюсти, челюсть дута, и визуализируются остатки кортикального слоя. Корни зубов располагаются в толще опухолевых масс, мы видим, что положение их явно нарушено. Также визуализируются конгомераты вторично пораженных лимфоузлов с обширными зонами некроза, и визуализируется сквозной дефект с наличием в нем воздуха и жидкости. При ротовой полости поражается также дно полости рта. Мы видим в передних отделах дно полости рта нечетко очерченный опухолевый инфильтрат, который сливается с контуром подъязычной слюной железы, широко прилежит к кортикальному слою нижней челюсти с незначительной потерей четкости его контура. Мы оцениваем зону регионального лимфотока. Это, в первую очередь, лимфоузлы первого уровня А и Б. Это жировая клетчатка под нижней челюстной области. Такой вот есть сложный вопрос, когда есть опухоль языка, есть ли переход на дно полости рта. Мы у данного пациента видим нечетко очерченный опухолевый инфильтрат в передних отделах свободной части языка и обращает на себя внимание появление расширения выводных протоков под нижней челюстных слюных желез, которые явно ампутированы на уровне подъязычных сосочков. Это является косвенным признаком перехода процесса на дно полости рта. И МРТ тоже позволяет решить такие вопросы. Поражение зоны ретромолярного треугольника. Мало того, что мы можем определиться с первичными размерами опухоли, мы также видим потерю четкости контура картикального слоя нижней челюсти и снижение патологической интенсивности МРС-сигнала от нее на Т1-свешенных изображениях за счет деструкции. Визуализируются лимфоузлы первого и второго уровня с участками центрального некроза. Опухоль ротовой полости включает в себя также зону щеки. Мы видим у пациента обширный опухолевый инфильтрат, который переходит на щечную мышцу, обращает на себя внимание выраженный отек мягких тканей оклоушной области и стромы оклоушной слюной железы. По МРТ мы можем четко дать ответ, почему такое происходит. Мы видим расширенный выводной проток оклоушной слюной железы, который ампутирован на уровне опухолевого инфильтрата. На фоне застоя слюны возникает сиаладонит и сочувственный отек окружающих мягких тканей. Также визуализируется деструкция дна верхней челюстной пазухи с переходом процессов под слизистый слой пазухи и реактивным отеком слизистой оболочки пазухи. Область гортани включает в себя вестибулярный отдел гортани, желудочек и подголосовую полость. Что мы видим на МРТ? Надгортанник. Очень хорошая визуализация желудочка в гортани, несмотря на то, что все-таки это структура очень небольшого размера. Визуализируются вестибулярные и голосовые складки. Классическая опухоль как раз в области основания надгортанника. Солидное образование, которое вызывает деструкцию хряща. Хрящ мы отчетливо не видим. Визуализируются конгломераты секундарно пораженных лимфоузлов. МРТ позволяет увидеть даже такие минимальные опухоли, как в данной ситуации. Здесь экзофитное образование всего 3 мм в диаметре. Тем не менее, на МРТ мы его отчетливо видим. Мало того, что мы видим самообразование, мы еще видим потерю четкости контура слизистой оболочки и переход процесса на подслизистый слой буквально на 1-2 мм. МРТ вообще позволяет очень хорошо определить глубину инвазии, что так важно для последующего планирования лечения. У данного пациента мы видим опухоль в проекции правой голосовой складки. Несмотря на то, что толщина складки не очень большая, она практически симметрична с непораженной областью, мы видим изъязленность свободного контура складки и при введении контрастного препарата мы видим, что инфильтрация идет на всю толщу складки до пластины щитовидного хряща. Порой эти опухоли достигают значительных размеров и возникает вопрос, видим ли мы хрящи гортани на МРТ, не стоит ли подключить КТ для того, чтобы их увидеть. Вот ответ. Достаточно крупная опухоль, полностью тотально обтурирующая просвет гортани, полностью инфильтрированы все мягкие ткани до пластины щитовидного хряща, контуры которого мы отчетливо не видим. Хрящ деформирован, патологически снижен от него МР-сигнал на Т1 в взвешенных изображениях. Также на постконтрастных изображениях мы видим потерю четкости контура перстневидного хряща в передних отделах с выходом процесса в окружающие мягкие ткани. Придаточные пазухи носа и носовая полость визуализируется не только слизистая оболочка, но также и хрящи и носовой перегородки, и носовых раковин, визуализируются верхнечелюстные пазухи, ячейки решетчатой кости, основная пазуха и лобная пазуха. Когда речь идет о придаточных пазухах носа, здесь мы расширяем зону сканирования и не ограничиваемся только мягкими тканями шеи, потому что есть всегда риск, что верхний полюс опухоли окажется за пределами зоны сканирования. Всегда подключается также зона головного мозга и лицевого черепа, для того, чтобы мы могли визуализировать и первичную опухоль, и оценить зону регионарного лимфооттока. Классический пример это опухоль носовой полости. Мелкое чейство строения опухоли локализуется на границе внутреннего и наружного носа, выявляется контактная деструкция хряща носовой перегородки, мы видим сквозной дефект с расширением утолщения мягких тканей по краю дефекта за счет опухолевых вегетаций. Четко визуализируется уровень, на котором начинается разрушение хряща носовой перегородки. Опухоль верхней челюстной пазухи нечетко-черстный опухолевый инфильтрат, локализующийся в области дна пазухи с переходом на латеральную и верхнюю ее стенки. Мы видим первичную опухоль, можем оценить картикальную контактную деструкцию дна пазухи с переходом процесса в мягкие ткани, и мы видим также деструкцию альвеолярного отростка верхней челюсти. Когда опухоль тесно прилежит к стенкам орбиты, это как раз тот самый исключительный случай, когда мы подключаем КТ, для того, чтобы мы могли оценить четкость контура тонких костных структур, формирующих стенки орбиты и ячейки решетчатой кости. Говоря об плоскоклеточном раке области головы и шеи, не могу не упомянуть о раке кожи, поскольку это опухоли, которые порой достигают очень крупных размеров, и понятно, что при таком выраженном экзофитном росте возможности УЗИ очень ограничены. Мы подключаем МРТ, и мы можем оценить не только первичные размеры, но также их взаимоотношения с органами шеи, взаимоотношения с мышцами, с магистральными сосудами шеи, оценить зону регионального лимфооттока. Таким образом, МРТ является высокодиагностическим методом, который позволяет визуализировать и первичный опухолевый очаг в области головы и шеи, оценить степень распространения процесса, глубину инвазии, деструкцию костных структур и хрящевых структур, и оценить региональное метастазирование. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok